Многие слышали популярную страшилку Зловещие корпорации и правительства управляют нами с помощью 25 кадра Нужно всего лишь вставить тут и там лишний, совершенно незаметный кадрик с подсознательным посланием И зритель тут же побежит покупать нужный товар или голосовать за кого надо Правда это или миф? Проще всего проверить это прямо сейчас В этом видео как раз 25 кадров в секунду Вы заметили? Это А это? Мда Не очень-то скрытые кадры, но как это объяснить научно? Вообще-то кино само по себе один большой обман Например иллюзия плавного движения на экране достигается уже при 24 кадрах в секунду Собственно, хватило бы даже 16 Примерно на этой скорости снимали ранние немые фильмы Вот почему в старом кино люди бегают как угорелые Просто пленку сейчас крутят в полтора раза быстрее, чем нужно И портят нам все впечатление Но одной этой иллюзии недостаточно Еще на заре кино заметили, что если просто показывать 24 картинки в секунду Изображение кажется мерцающим и дерганым А у зрителей начинают болеть глаза С тех пор все кинопроекторы в мире показывают каждый кадр по два раза Один раз свет перекрывается, чтобы передвинуть пленку на кадр дальше А второй раз, чтобы достичь так называемого нижнего порога мерцания 48 раз в секунду И да, это значит, что зрители половину сеанса сидят в абсолютно темном зале Это вторая иллюзия, нужная для кино Представьте, что перед вами все быстрее включают и выключают свет В какой-то момент вы перестанете воспринимать это как мерцание Вам будет казаться, что свет горит все время Это и есть нижний порог мерцания Частота кадров, при которой мы почти не замечаем отдельных вспышек А вот у птиц этот порог мерцания гораздо выше Вместо кинофильма они бы увидели безумное слайд-шоу на дискотеке То есть наш мозг может добровольно принять 24 кадра за движение За это он получает интересный фильм или шоу Но распознать-то мы можем гораздо больше Эксперименты показали Минимальное время реакции нашего зрения Одна сотая секунды Эта способность различать не только 25-е, но и 50-е А иногда и сотый кадр здорово влияет на нашу жизнь Например, мы легко отличаем ТВ и видео от кинофильма просто по частоте кадров Более плавное видеоизображение по привычке кажется неубедительным и дешевым по сравнению с киношным И наоборот, геймеры стремятся к высоким FPS вплоть до сотни Ведь им важна быстрая и плавная реакция на действия игрока А если поднять частоту еще выше, появляется новая иллюзия Во многих домашних проекторах цветная картинка достигается с помощью цветового колеса Проектор поочередно показывает нам красную, зеленую и синюю части картинки Но очень быстро Цвета сменяются 180 или даже 300 раз в секунду Благодаря инертности зрения, картинки смешиваются И мы видим нормальное изображение Но если очень быстро двинуть глазами Или помахать рукой перед проекцией Можно увидеть радужный эффект Это разноцветные картинки, которые попадают на сетчатку в разное время Такая скорость реакции может быть даже вредной для здоровья Старые люминесцентные лампы незаметно мерцают с частотой 100 Гц И поэтому от них часто болит голова и падает работоспособность Вредными для зрения были электронно-лучевые мониторы с низкой частотой обновления К счастью, теперь все это в прошлом Современные лампочки не мерцают А пиксели на ЖК-экранах просто не успевают погаснуть между кадрами Так что же с 25 кадром? Ученые определили, что людям все-таки можно показать картинку так, чтобы они не поняли, что на ней было Этот образ, пугающий или позитивный, длился чуть больше одной сотой секунды И воспринимался как вспышка Оказалось, этот сотый кадр и вправду чуть-чуть влиял на настроение человека при принятии решений Но это влияние было во много раз слабее, чем собственное мнение человека Даже сам изобретатель 25 кадра признал, что полностью выдумал результаты своих экспериментов Он просто хотел продать свою технологию рекламщикам И хотя мошенника разоблачили еще 50 лет назад 25 кадр продолжают запрещать в разных странах В том числе о нем написано в российском законе о рекламе Конечно, манипуляция существует Просто ее не нужно прятать в скрытые кадры Почти все взаимодействия между людьми состоят из манипуляции Направленной как на благие, так и на корыстные цели Нам просто хочется верить, что от всех влияний можно легко избавиться Просто запретив 25 кадр мат или неправильные книги Но вы и сами знаете, что главное Думать головой Субтитры сделал DimaTorzok